Лифт сегодня не работает. Ближайшие ищите в соседнем подъезде. Часто шутят в народе. Но вот жителям по улице Плеханова, 32, не до шуток. Ведь лифт в их доме выходит из строя с завидным постоянством. Кто-то скажет, что такая ситуация и для их подъезда не редкость. Да и в этой девятиэтажке все уже свыклись с частными поломками лифта. Но вот обратиться к нам в программу жильцов дома заставило сострадание к своему соседу, Ивану Тимофеевичу, инвалиду второй группы. Он бедный человек, бедный. У него, понимаете, что мне настолько жалко его. Он сидит на скамейке. Три года назад Иван Тимофеевич перенес инсульт. Получил вторую группу инвалидности. Живет на восьмом этаже этого дома. Когда лифт не работает день, а то и два, и три, Иван Тимофеевич попросту не может отправиться к врачу. Или на прогулку по улице. У нас не один инвалид. У нас есть ветераны войны. У нас есть инвалиды труда. Насколько же несправедливым оказывается в данной ситуации отношение к одной из самых уязвимых групп населения – ветеранам и инвалидам. Похожая ситуация сложилась и в 14-этажном доме по улице Якубова, 18. Здесь лифт не работает уже 7 дней. К сожалению, как и любое оборудование, лифты время от времени выходят из строя по разным причинам. В данном случае в лифте сгорела плата. Но почему замена одной детали занимает неделю? Лифты, в общем-то, находятся в собственности либо товариществ собственников, либо ЖРЭО, которые, в общем, выделяют финансы на приобретение тех или иных запчастей. Соответственно, бывают проблемы именно с финансированием. Вот что крест-то животворящий делает. Пока организации между собой договариваются, люди страдают. Поломки неоднократны? Лифт простаивает? За что же жильцы тогда платят деньги? Ответ прост. Нужно обратиться в ЖРЭС с требованием о перерасчете оплаты. Перерасчет оплаты производится, во-первых, с момента письменного или устного обращения гражданина, то есть с момента предоставления претензионного акта. Сумма за пользование лифтом, которую в среднем оплачивает каждый меньшанин на сегодняшний день, составляет около 2000 рублей. Но ведь в некоторых домах лифт простаивает и не день, и не два. Перерасчет производится согласно нормативам, утвержденным исполнительным распорядительным органам, количество проживающих человек и объема времени непредоставления данной услуги. Перерасчет произведут. Но что такое 200-300 рублей? Деньги – это, конечно, хорошо, хоть и небольшие. Но ведь людям нужен лифт, который будет исправно работать.